А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание провели в Люберецкой администрации. О работе, проделанной за прошедшую неделю, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За прошедшую неделю в Люберецкую полицию поступило 2300 обращений. Возбуждено 12 уголовных дел, 8 раскрыты по горячим следам. Произошло 251 ДТП с четырьмя пострадавшими. В Люберцах на шоссейной улице совершено убийство. Подозреваемый задержан. Увеличилось количество дистанционных мошенников. Еще раз хочу обратиться к нашим гражданам, которые продолжают слушать мошенников, отправлять свои деньги. Это также, как касается очень много молодых, на каких-то играют в сайтах, отправляют свои деньги, берут кредиты. И наших пенсионеров еще раз предупредить, никакие сотрудники правоохранительных органов не могут вам звонить, никакие кредиты не могут вам выдавать и так далее. В округе реализуется программа «Чистая вода». От поселка Томилина до Октябрьского будет построен водовод протяженностью 7 тысяч метров. Более двух километров уже проложены. Работы завершат осенью следующего года. Продолжается благоустройство парковых территорий. В городе Люберце преобразится парк «Наташинские пруды» в поселке Октябрьский «Лесная опушка». В ближайшее время приступают к благоустройству зоны отдыха в деревне Марусино. В этом парке достаточно давно просили сами люберчане. И в этом году принято решение о проведении работ первого этапа за счет местного бюджета. В текущем году мы будем создавать первую часть этого парка. Создание дорожно-дробиночной сети для комфортных прогулок наших жителей. Зона для детских игр и для занятий спортом. На совещании обсудили вопросы содержания автомобильных дорог, вывоз мусора, ямочный ремонт, ликвидацию бесхозных автомобилей. Узнали о культурных мероприятиях и спортивных достижениях люберчан. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ.